Так, а если в... так, почему в Яндексе мы не переходим на гугловскую систему создания объявлений? Потому что это можно сделать, на самом деле, просто у Яндекса немножко другой механизм, нежели чем у Гугла. Вот, у Яндекса остались корни еще те старые 2010-2013 годов, где чем вы жестче прописываете каждый ключ, тем лучше. Скоро, я думаю, Яндекс от этого отойдет. На данный момент, опять же, можно использовать один ко многим в РСЯ, да и, в принципе, на поиске тоже можно использовать, но надо делать это очень аккуратно. Можно ли в Яндексе на одно ключевое слово делать несколько объявлений? Можно. Вы неоднократно показывали фишку с написанием в тексте объявлений для Яндекса слова «Внимание». После того, как Яндекс ввел, что часть текста объявления появляет в заголовок, где лучше размещать это слово при написании. Внимание, если оно переходит в заголовок, это еще сильнее увеличивает CTR. В Гугле есть классная штука, когда мы загружаем объявление в самом интерфейсе. Извините, господа, я, наверное, скрою вот так вот в вашей почте ради анонимности, чтобы вы не парились. Извините, что показал. Так, в Гугле есть функция создания динамических объявлений, где заголовок создается автоматически, а вы только пишем часть текста объявления. Есть. В основном используется для интернет-магазина, где часто меняется ассортимент. На днях она появилась в Яндексе, она в бете, как ты правильно написал. Есть ли смысл ими пока пользоваться, пока непонятно, потому что это все в бете. Когда это все выйдет из беты, тогда мы будем об этом говорить. Яндекс очень много чего вводит, на самом деле, просто вам об этом не говорит.